Добрый вечер, уважаемые мельтопольцы, уважаемые жители Украины. Сегодня в коротком прямом эфире хотелось затронуть актуальные темы для нашего временно оккупированного города и других временно оккупированных территорий. В первую очередь хотелось затронуть тему, которая касается издания псевдо-властью, псевдо-указа по поводу того, что жители временно оккупированных территорий Запорожской области будут депортироваться за украинскую символику, за мысли о украинской символике, за непророссийскую позицию. Но мы с вами четко понимаем о том, что это значит. Все те, кто будут иметь проукраинскую позицию, вроде бы как должны быть депортированы с временно оккупированных территорий за границей этих временно оккупированных территорий. Мое четкое мнение о том, что вот те псевдо-властия вообразили себя Сталина и хотят повторить сценарий 1944 года депортации крымских татар с Крыма. Так вот, история уже все показала, что и перспектива Сталина была совсем плохая, и депортация плохо закончилась, все вернулись на свои места. Поэтому я уверен, что, во-первых, этого не случится, и до того, как расисты будут делать псевдо-депортации, мы точно вернемся в свой, хоть на сегодняшний день, и временно оккупированный город. Однако на сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов тех, которые задают сегодня наши горожане, это эвакуация. И сегодня в листе ожидания на эвакуацию более 800 человек. Если продолжится та тенденция, которая есть на сегодняшний день, нам удастся эвакуировать людей примерно за полторы недели, те, которые стоят сегодня в листе ожидания. Как говорил ранее, приоритет отдается женщинам и детям на эвакуацию, и все данные требования, просьбы наших жителей мы выполняем. После того, как они обращаются и в наш центр, который за моей спиной, и в мессенджеры, и лично ко мне. Хочу отметить, что также эвакуация усложняется тем, что в районе Каменского был подорван мост для того, чтобы остановить продвижение русских войск. И сегодня вне погоды объезда, к сожалению, по грунтовой дороге нет. Несколько раз мы отправляли специалистов, чтобы они проинвентаризировали возможность укрепления данной дороги и построить там временную дорогу. Но каждый раз, когда были попытки что-то восстановить или отсыпать на этой грунтовой дороге, расшисты открывали огонь. Тем самым не дают, не позволяют нам восстановить данную дорогу, сделать ее проездной. Четко понимая о том, что если дорога будет проездная, больше людей эвакуируется, а им это не надо. Наши жители им нужны, как живой щит. На сегодняшний день только в Васильевке люди ждут по несколько дней. Уже скопилось более 600 человек в ожидании на выезд не только из города Мелитополя, а из других временно оккупированных городов. Хочу отметить, что нашей командой в центре, который находится за моей спиной, только за последнюю неделю были предоставлены услуги более чем полутора тысяч наших горожан. И более чем тысяча продуктовых наборов социальной помощи было выдано. За это отдельные слова благодарности хочу высказать нашим донорам, которые, при помощи которых нам удается помогать, поддерживать наших горожан, которые выезжают с временно оккупированной территории. И оказывать помощь и тем жителям, которые находятся на оккупированной территории в части консультации, в части помощи оформления каких-либо документов с помощью звонков, с помощью интернета, с помощью мессенджеров. Отдельно хочу затронуть тему коллаборантов. Дошли до меня слухи о том, что коллаборанты думают, что максимум, что им грозит за их коллаборацию, это какое-то административное наказание, какой-то административный штраф. Но хочу привести несколько примеров о том, что мной написаны заявления правоохранительной структуры не просто на коллаборацию, а на захват власти, захват коммунального и государственного имущества. И абсолютно точно за это наказание грозит срок лишения свободы с конфискацией имущества от 5 до 12 лет. Например, бывший руководитель аптек коммунальных в Мелитопольске написано заявление из-за того, что украдено было со счета предприятия более миллиона гривен. Поэтому уж точно ни о каком административном нарушении тут не идет речь. Ну и теперь коротко немного о хороших новостях. Все мы понимаем, что контрнаступление возможно исключительно после того, как будет остановлено наступление российских войск. Так вот, хорошая новость заключается в том, что наши вооруженные силы Украины остановили наступление сил Российской Федерации. И за последнюю неделю нет ни метра продвижения на Запорожском направлении. Ни одного метра. И есть позитивная динамика на Херсонском направлении. Также мы все видим о том, что уничтожаются военные базы расистов на территории Васильевского района, Мелитополя, Мелитопольского района. Поэтому я точно верю, что благодаря нашим вооруженным силам Украины нам удастся освободить наших жителей, которые сегодня в заложниках у расистов во временно оккупированном Мелитополе и других городах. Поэтому я уверен, скоро мы встретимся в нашем украинском Мелитополе. Продолжение следует...